Друзья, сегодня речь пойдет о трансфер-факторе. Это, собственно говоря, довольно интересное изобретение, которое можно считать иммуномодулятором, на которое есть официальное письмо Минздрава, то есть это продукция фирмы For Life, вот это письмо Минздрава, которое подтверждает, что данная продукция является иммуномодулятором. Значит, этот трансфер-фактор существует в пяти основных вариантах, скажем так, в пяти основных вариантах исполнения. Ну и давайте с ним немножко познакомимся подробнее. Первый фактор, который я вам хотел бы об нем рассказать, это трансфер-фактор классик. Вот так выглядит коробочка. Тут 90 капсул. И, значит, на основе чего сделан трансфер-фактор. Трансфер-фактор был получен из молозива коров. Мы знаем, что сейчас уже биологически все это исследовано, что молозива – это самое ценное первое молоко, которое идет у всех млекопитающих, для того, чтобы передать информацию о том, как бороться с различными микробами и вирусами будущему поколению. Так вот, очень часто это молоко в начале, значит, ну, по приказу Минздрава, когда-то у нас, это в 20-е годы, такой был приказ, его сливали, то есть считали неполноценным. Как раз это самое полноценное молоко, скажем, значит, и поэтому было принято решение вот сначала получать этот трансфер-фактор именно из молозива коров. Там где-то из 50 килограммов молозива получается только 1 килограмм трансфер-фактора. То есть, если вы встречаете просто продающиеся молозива, конечно, концентрация вот этих иммунных факторов там будет намного ниже. Значит, что нужно сказать о трансфер-факторе классик, который коробочку я вам уже показывал. Так вот, значит, дело в том, что это молозива тщательно очищается через полупроницаемые мембраны, и в результате отбираются, ну, даже не белки, я бы сказал, олигопептиды, а длина которых, то есть вес атомномолекулярный, который достигает где-то от 5 до 15 килодальтон. Чтобы было понятно, ну, что это такое, я вам скажу, что аллергия где-то наступает на различные виды белков, когда вес достигает, значит, этих структур, ну, где-то от 120-110 до 160 килодальтон, ну, и выше. Вот. Вот. А здесь мы имеем в 10 раз меньшие, ну, так сказать, это короткоцепочные олигопептиды, поэтому замкнуть оба рецептора, которые связаны с аллергией на клетках, они не могут, и поэтому никогда и ни у кого не вызывает аллергенных реакций. Вот. Поэтому можно сказать о трансфер-факторе классик, то, что он постепенно поднимает иммунную систему человека, и практически на него не бывает отрицательных различных аллергенных реакций. В отличие, скажем, от, ну, там, препаратов, полученных даже природных, но полученных на основе каких-то растений, если у них вес достаточно большой, атомно-молекулярный. Вот. Вот. Поэтому можно как дополнительное лечение применять при различных как хронических, так и инфекционных заболеваниях, причем таких, где больше всего боятся именно аллергии, то есть это бронхиальная астма, там, и так далее. Вот. Здесь никаких таких не бывает реакций. И, наоборот, постепенно скорость излечения возрастает. Но самое главное, что трансфер-фактор оставляет информацию для иммунитета, как бороться с различными микроорганизмами и вирусами, на будущее, и иммунитет становится более крепким, так что это, в общем, человеку потом по жизни пригодится. Тем более, что основная масса сейчас людей живет в городских условиях, особенно, скажем, в условиях мегаполиса, как Москва, скажем, или другие крупные города. И запыленность, загазованность там очень велика, а также насыщенность воздуха микроорганизмами и вирусами. Поэтому защита от вот этих факторов как раз возрастает, если употреблять продукцию фирмы For Life. Это вот первый, значит, компонент, который чистый, то есть, который сделан только на основе молозива, там не добавлено никаких других биологически активных добавок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...